В эфире РБК ОФА. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Я Кирилл Кухош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Техническое сотрудничество УГНТУ и российское отделение японской компании «Йокогава» стали партнерами. Все в одном месте. Руководство МФЦ и корпорации развития подписали договор о сотрудничестве. И новый статус. Несколько крупных объектов республики вошли в утвержденную схему планирования в области энергетики России. Власти республики сегодня заключили соглашение с компанией «Йокогава» «Электрик СНГ». Оно касается сотрудничества в области управления технологическими процессами и информсистемами на предприятиях республики. В частности, специалисты компании примут участие в подготовке и обучении специалистов промышленных компаний и студентов на базе технического центра, который будет создан российским отделением японской компании совместно с Уфимским нефтяным техническим университетом. Также «Йокогава» примет участие в разработке программных продуктов, которые будут применяться на нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, нефтехимических предприятиях, а также предприятиях металлургической, энергетической, пищевой и других сфер промышленности республики. «Если, допустим, на взрывоопасных производствах специалисты-инженеры будут на порядок квалификации выше, это позволит минимизировать потери, связанные с какими-то сложностями, происшествиями. Если на территории республики этот уровень происшествий будет сведен к нулю, практически в отсутствие, вот она, наверное, самая главная задача. И тогда, если это все перевести так называемый денежный эквивалентный, тогда станет понятно, насколько важны эти работы, которые мы будем проводить совместно». Из бюджета Башкортостана дополнительно выделят почти 873 миллиона рублей на оплату труда работников бюджетной сферы. Соответствующий указ подписал премьер Рустем Морданов. Так, фонд оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования направлено 250 миллионов, на зарплаты работников культуры 566 миллионов, еще 19,5 миллионов рублей выделено для педагогов среднего профессионального образования. Для сотрудников медицинских организаций или организаций, оказывающих услуги детям-сиротам, предусмотрено более 30 миллионов рублей. Для спортивных педагогов-тренеров – 7 миллионов рублей. Правительство России утвердило схему территориального планирования в области энергетики. В нее вошли несколько объектов, которые строятся или будут построены в ближайшее время на территории нашего региона. Крупным объектом станет Нижнесуянская гидроэлектростанция, которую планируется возвести к 2025 году на месте вклинивания водохранилища Павловской ГЭС. Назначение Нижнесуянской гидроэлектростанции – регулировка стока, чтобы прибрежные территории не были затоплены во время паводков. Ее мощность составит 35,5 мегаватт. Стоимость проекта оценивается примерно в 30 миллиардов рублей. Конечно, объект очень дорогой, поэтому за счет средств республики его построить очень сложно. И в процессе реализации мы столкнулись, конечно, с основной проблемой – это поиск инвесторов. Правительство Российской Федерации считает важным этот объект для развития энергосистемы всей страны. И, конечно, мы очень надеемся, что попадание в схему территориального планирования, в федеральную схему, она поможет нам в поиске инвесторов. Кроме этого, в схему территориального планирования в области энергетики вошли несколько уфимских тепловых электростанций, в их числе ТЭС-2, 3 и 5, которые введут в эксплуатацию в этом и следующем году. Их назначение – покрыть дефицит электроэнергии в Уфе, в том числе на промышленных предприятиях и объектах социальной сферы. Сейчас на прямую связь со студией РБК Уфа выходит трейдер Башкомснабанк Ильгис Саддыков. Ильгис, здравствуй, ждем от тебя новостей с валютных рынков и как сегодня торгуются акции республиканских компаний. Американские горки. Такое определение можно смело дать текущим изменениям на валютных и товарных рынках. Так, если нефтяные фьючерсы в первой половине дня торговали в существенном минусе, то сейчас от былого негатива не осталось и следа. Бренд в моменте торгуется в положительной зоне на отметке 44 доллара 17 центов, лайт – по 41 доллара 68 центов. В свою очередь российский рубль также удержит завоеванную позицию. Торги к доллару идут на уровне 64 рубля 73 копейки, по евро предлагают 72 рубля 18 копеек. Второй день продолжается пользоваться активным спросом акций Башнефти. Обыкновенные покупают в моменте по 3160 рублей, привилегированные по 1990 рублей. Что касается в целом российского фондового рынка, то здесь инвесторы сосредоточены на отдельных инвестиционных идеях, тем самым индексы широкого рынка изменяются незначительно. МВБ в моменте котируется на уровне 1942 пункта, РТС – 945 пунктов. Кирилл? Да, Ильгиз, спасибо за информацию. Это был трейдер Башкомснабанк Ильгиз Садыков. Корпорация развития Башкортостана и республиканский МФЦ договорились о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали руководители организаций Артем Киреев и Руслан Усманов. Соглашение о сотрудничестве поможет корпорации развития Башкортостана расширить географию своей деятельности. Используя многофункциональные центры, на местах появляется возможность охвата большего числа предпринимателей на различных стадиях ведения бизнеса. От идеи до практической реализации инвестпроекта. Регламент механизма взаимодействия организации разработают в ближайшее время. Результатом нашего взаимодействия, конечно же, будет реализация тех задач, которые стоят по повышению инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан. Это, конечно же, работа с предпринимателями, с местными предпринимателями, оказание им профессиональной консультации, помощи. И в зависимости от тех задач, которые перед ними стоят, это либо получение услуг по разработке бизнес-планов, это и общение профессиональное с банковскими организациями, финансово-кредитными организациями, это и консультирование по мерам поддержки. К этому часу у меня все. Далее Московская студия РБК. Не переключайтесь. Продолжение следует...